Около половины домов садоводческого коллектива ЭКО к сегодняшнему дню оставались запертыми на замок, но остальные жильцы вернулись, по их словам, несколько дней назад. Кому-то повезло больше из-за высокого фундамента, и в таких домах даже можно полноценно жить, но в большинстве жилищ ситуация печальнее. Основная задача у дачников сейчас высушить все помещения и вещи. Приезжали, все посмотрели, в этом плане молодцы, и с архитектуры все смотрели, и по технике, по мебели, все записали, все посмотрели. Ну, надеемся, что что-то будет. Тут, которые живут, жалко люди, они же здесь постоянно живут, у них жилья другого нет. Вот, у них тоже все затопило. Я же говорю, у нас хоть квартира есть, мы живем. Ну, не будет, не будет. Будет, значит, спасибо государству. Дача Татьяны Лагвиновской расположена почти у самого берега реки Каргала. В конце марта строение ушло под воду на глубину около метра. Сгорела бытовая техника, облезли стены, но окончательный ущерб чета Лагвиновских еще определяет. Минимизировать потери им помогли гвардейцы и волонтеры, своевременно прибывшие на место после схода воды, рассказала Татьяна. В комиссии было, волонтеры ходят, помогают, говорят, что может помогать, таскать. Эти нацгвардии ребята молодцы тоже, когда вот это вот мы только зашли, давай все вытаскивать, потому что не трогали пока комиссию, сказали, ничего не трогайте. Пришли, говорит, ну и бай, тут как после бомбежки, говорит, все. А потом помогали, насилили. Татьяна живет на даче по полгода. Приезжает с мужем в теплый сезон, чтобы заниматься огородом. Выращивает помидоры, огурцы, яблоки и ягоду. Досуг на свежем воздухе женщине необходим, так как врачи подозревают у нее онкологию. Но пока весь дачный досуг для женщины – это уборка мусора, досушка мебели и вещей во дворе. И такая картина наблюдается в большинстве дворов коллектива ЭКО. Влад Рогушев, программа Факт.